Добрый день! Меня зовут Люба и я рада приветствовать вас на своем канале Любопытный Нос. Сегодня речь у нас пойдет об ароматах, о пяти ароматах, которые я полюбила с первого вздоха, с первого понюха, с первого втягивания носом этого воздуха ароматизированного. На самом деле это не так просто. Во-первых, не просто найти именно пять, потому что десять я бы точно могла найти. А с другой стороны, это действительно далеко не все ароматы, далеко не все парфюмы, которые имеют, тем более люди с какой-то коллекцией, назовем их коллекционеры или паркманьяки. И не ко всем ароматам такая любовь возникает сразу. Некоторые приходятся, но не то, что приходятся. Вот ты читаешь какое-то описание или кто-то про него рассказывает. Тебе кто-то говорит, что этот аромат волшебный, необыкновенный, он должен пахнуть дымом или зеленью или бананом или чем-то там. А ты не ощущаешь этого. И разносив, постояв такие какие-то моменты, ты ощущаешь его волшебность, он раскрывается или в другое время года. Но моя задача сегодня рассказать об ароматах, которые, ну скажем так, сразили сразу. Наповал, не наповал, но в общем-то сразу. Идея именно этого тега, это видео по тегу принадлежит Софии, Софии Фурмановой. Ссылку на ее канал я дам. Мы одновременно выпускаем это видео сразу несколько блогеров. Я не буду тратить ваше время и перечислять все эти каналы, всех моих друзей. Я там их ссылки на каналы дам в инфобоксе. А первоначальная идея была в инстаграме, на просторах инстаграма. Это был хэштег. Пять. Пять любвей с первого вздоха. Или пять. В общем, даже не пять, а просто ароматы, которые ты любишь или которые тебе понравились с первого принюхивания. С первого принюхать я не могу какое-то подобрать такое красивое русское слово. Занюха или чего там. Итак, я на самом деле, я подобрала их довольно быстро, потому что есть точно два аромата, которые я люблю с детства, безоговорочно и на всю жизнь. Даже несмотря на то, что эти ароматы изменяются и меняются. Первый аромат, это те, кто меня смотрят, конечно, уже о нем много раз слышали и знают, и я про нем рассказывала. Это клемма от Lancome. Это, наверное, первые французские духи, с которыми я познакомилась вообще в своей жизни. Сейчас они у меня в туалетной воде. Вот в таком флаконе. Голубенькая коробочка. Я купила их не так давно. Но до этого у меня есть два маленьких 14-миллилитровых раритетных, которые просто не тратятся и стоят как памятник тому аромату. Были истрачены они в виде туалетной воды. Самый первый, по-моему, у меня вообще был дезодорант клемма. Но это был настоящий, такой купленный где-то в Москве. Мама покупала, и с тех пор вот у меня к нему такая любовь к этому аромату, как и отсюда, и любовь к альдегидам. Это альдегидный аромат. Это для меня идеальный альдегидный аромат. Конечно, многие могут сказать, что сейчас он пахнет не так, туалетная вода пахнет не так. Но мое глубокое убеждение, что то, что сейчас налито во флакон с туалетной водичкой, к современному миру, к современным реалиям подходит вполне себе нормально. Если вы хотите иметь винтаж, его можно приобрести. Единственное, это надо очень аккуратно. И подделки есть, и все. Но я не могу сказать, что у меня есть большая потребность в носке винтажа. Я относила его когда-то тогда в виде другой туалетной воды, в виде духов, флакончика. И не буду к тому возвращаться. Но это любовь к этому аромату. Она есть. Она с первого нюха, с первого вздоха. Да, наверное, я отличу, если будет маленький флакон в духах, я отличу настоящего от ненастоящего. Но вот то, что сейчас в этой туалетной воде, не, может быть, не настолько цветочна, может быть, холодней, с меньшей стойкостью, с не таким огромным этим альдегидным, таким ярким шлейфом, но меня это вполне устраивает. Пусть у меня будет этот флакон. Это моя первая любовь. Это первая любовь к французским духам. И вообще, наверное, первый шаг к парфюмерному какому-то маниачеству. Так это назовем. Итак, клемма от Lancome. Второй такой же аромат, который из дома. Это, наверное, был второй аромат. Но это же у нас уже не французский, да, Estée Lauder. Но, скажем так, заграничный импортный аромат. Это Private Collection от Estée Lauder, который я сейчас вам покажу все его волшебство. Вот у меня вот современный флакончик. Очень его люблю, обожаю. Смотрите, у меня есть миниатюра из 90-х, в таком, который намазом пользоваться. Ну, наверное, покрепче, да? А еще у меня остался кожаный мешочек от того самого флакона с притертой крышечкой из 80-х годов, который был у мамы. Но я тогда еще не коллекционировала духи. Представьте, он в 80-е годы был вот такой формы, только выше, который умещался целиком в этот мешочек. И мешочек весь пах, и коробочка. Это была притертая крышечка, какая-то золотая картонная медалька. Мама им пользовалась только по каким-то торжественным случаям. Я еще раз вам повторяю, это 80-е годы. И тогда у нас в семье появился этот Private Collection. Это, ну, я воспринимала просто как нарядные праздничные духи. Тогда я их не могла разложить по нотам, не раскладывала. Еще мне казалось, что так может пахнуть какой-то осенний сад с осенними цветами, может быть, с флоксами, еще с чем-то. Хотя флокса там и нет, но и только позже я узнала, что там есть зелень, мох, хризантемы очень красивые. Вообще куча-куча всяких цветов. И, в общем-то, это, да, какие-то ассоциации с осенним садом. Для меня эти духи носят такой ностальгический оттенок. Немножко грустный оттенок, потому что это все, что связано с мамой. Мамой нет уже довольно много лет. Мама не стала, когда мне было 30, когда я еще была моложе. И мне ее очень не хватает и не хватало. И поэтому то, что связано с мамой, для меня не всегда носит такой как бы очень веселый, какой-то веселый настроенческий оттенок. Все-таки это немножко аромат грусти, печали, но все равно это торжественный, красивый, нарядный, который я с удовольствием одеваю под какое-то настроение или в театр. И он как-то ни разу меня еще не подвел. Может быть, когда, как дневной, как какой-то очень ответственный или официальный, очень красивые духи. Цветочные. Я бы сказала, что все-таки это цветочный шипр. Это любовь. Это любовь на всю жизнь. Это любовь с первого вздоха. По-другому и быть не могло. Потом, вы смотрите, это же духи, которые пользовались намазом. И вот это переворачивание пальчиком, или когда душились этой крышечкой. И сами по себе они отстаивались, потому что ими редко пользовались. С ними не могло быть никаких проколов, ничего. Это то, что береглось дома, лелеилось, как такое сокровище. Безусловная любовь, аромат, духи, которые на всю жизнь и с первого вздоха. Они появились у меня, у мамы. Мне было, наверное, лет 12. Так же, как, по-моему, они чуть позже, чем Климайли. Ну, где-то они в одно время. То есть это в таком еще даже не юношеском, это скорее детско-подростковом возрасте. И вот они на всю жизнь, и мне очень нравятся. Следующий аромат, следующие духи, третий. Я не знаю, может быть, оно как-то по годам выпуска получается. Не помню точно. Это Шанель Алюр в туалетной воде. Именно в туалетной. Это идеальный цитрусовый с ванилью. Может быть, кто-то скажет, что я читала, что для кого-то они устаревшие цветочные. Я не знаю, как Алюр может устареть. По-моему, это настолько идеальное сочетание вот этой сладости ванильной, цитрусовой какой-то яркости, бергамота и лимона. И прекрасного, идеального, я бы сказала, запудривания к концу. Во-первых, это и стойкость, и шлейф. Окей, это узнаваемость. Я Алюр, наверное, узнаю. Но мне они нравятся. Это не первый мой флакончик. Они мне были подарены, но как бы я знала, что ожидать от этого подарка. То есть это замечательные духи, замечательный аромат с первого нюха, с первого вздоха и, ну, наверное, тоже на всю жизнь. Это такое, что вот ты думаешь, куда ты идёшь, туда-туда-туда, чтобы такое на себя побрызгать, в чём бы пойти. И если это тоже вам нужно на целый день, не задумываясь, как он себя поведёт, вы уже знаете, что от него ожидать. Красивый. Замечательно в холод, с тёплой одеждой, на каком-то холодном воздухе, может быть, на морозном. Сейчас я тут, где я живу, морозов у нас особых нет, но всё равно в холод звучит, звенит очень красиво. Мне не то, что меньше. Я не очень люблю в парфюмированной воде. Там есть какая-то такая нота персика или что-то такое, что меня немножко отталкивает какой-то такой кислинкой. То есть это именно в туалетной воде. Следующий аромат. Четвёртый – это Yves Saint Laurent L. Этот аромат покупался осознанно, потому что, наверное, очень хотелось синий кругленький флакончик, Midnight Poison. Но его сложнее приобрести. Он уже снят. И хотелось получить вот какой-то опыт того, потому что я, ну, скажем так, представляла, о чём это. У меня есть та самая там русская красавица. Я люблю ароматы с нотой перца. Я хотела его... Я его покупала без затеста, без понюхивания, зная, что там, и он меня не разочаровал. Без всяких отстаиваний, без всяких... Просто вот это восхищение. И ах, да, я понимаю, почему этот аромат, и почему тот синенький круглый флакончик, почему они нравятся, почему люди их так обожают и хотят, чтобы их там не снимали, чтобы они продолжались. Итак, это перец, это почули, это личий, это роза. Это такое волшебное, намешанное сочетание. Это, в общем-то, наверное, по-хорошему тоже с шипровым, с каким-то направлением, красивый, элегантный, интеллигентный, такой ненавязчивый, добротно сделанный. И какая-то в нём и капелька сладости, и что-то такое. Какая-то есть вот эта вот лесная, земляная, то, что даёт почули. То есть не в шоколад, а в землю. Вот я их так разделяю между собой, как, в каких ароматах, как звучит эта нота. Всё хорошо, всё красиво, всё мне нравится. Любовь с первого взгляда, с первого вздоха. Не нужно было с ним ничего отстаивать, разнашивать. Очень люблю, обожаю, берегу. Скорее имею, наверное, какие-то, в чём-то, если ищу какие-то похожести, то вот этот стоит так наиногда, с этим перцем, вот таком, почульным направлением, что-то ищу, может быть, более бюджетное на каждодневную носку, потому что я просто люблю именно вот это направление. Вообще, ароматы с нотой перца очень люблю. Ивсенлоран Эль. Если вот по поводу бачкодов и миллилитров, у меня 50 миллилитров, и бачкод у меня какой-то длинненький. Вот если спрашивать, какой хороший, какой нехороший, вот этот вот хороший, 50 миллилитров. Ну и последний, пятый, это современный аромат, это Живанши, это Интердит или Л'Антерди. Ну что о нём сказать? Это современное направление, это я про него снимала отдельное видео, это так получилось, так всё совпало. Я его попробовала в Дьюти-фри, в аэропорту, когда, если кто знает, то есть терминалы, которые на ночь не закрывают, а есть наши вот в Праге, внутриевропейские, которые закрываются на ночь. Это были последние рейсы, последние пассажиры. Я улетала из Праги в Брюссель. И женщина, скучающая, Дьюти-фри, продавец, она мне брызнула, она мне дала бумажку. И вот когда брызнула, он мне понравился. Потом я его в самолёте ощущала. Потом вот эти два дня, которые я была в Брюсселе тоже. И в конце концов, в Дьюти-фри, прямо в Брюсселе, когда я летела уже в Прагу, я его купила. Потому что у меня вот эта мысль, два дня, вот это вот какое-то сочетание земляники, винограда, туберозы. Какой-то бергамотовой такой зелени, кислинки. Оно меня настолько очаровало. Мне показалось оно таким каким-то волшебным, необычным. Ведь сейчас уже есть что-то похожее. Не буду говорить, у кого это направление, оно появилось. А до этого это была тубероза у Арифлэйн Джордани под какой-то голд или, ну, не буду уточнять, но вот что-то вот сильная такая сладкая тубероза. Здесь есть в пирамиде груша, по-моему. А вот мне он кажется там с виноградом, кому-то с земляникой, кому-то еще с чем-то. А потом еще вот этой стойкости и сладости на блотере вот этого неизменяемости, которые вот мне брызнули на рукаве. Он настолько долго держался, что я вот так принюхивалась, ну, нет, нет, я его хочу. Мне он очень нужен. Мне он нравится. Я не жалею, что он у меня есть. Я не так часто им пользуюсь. Он очень шлейфовый. Он жутко стойкий, шлейфовый. И не всегда есть такие ситуации, куда его можно одеть, одеть, побрызгаться им. Но это та самая любовь с первого вздоха, с первого нюха. Я его люблю, обожаю, берегу. Я его, наверное, не поменяю ни на какой аналог того же направления. Вот так скажем, мягко скажем. Единственное, что вот вышла туалетная вода, ну, мне как бы этого хватает. А так, возможно, туалетную воду, может быть, я чаще носила, потому что для нашей страны, для моего окружения этот аромат немножко неделикатен, как бы немножко слишком. Может быть, в туалетной воде я бы его чаще выгуливала, потому что он бы так сильно не ощущали бы его окружающий. он довольно, ну, очень стойкий, очень шлейфовый, очень красивый. Кто у меня спрашивал, какой он, у меня тогда куплен, прямо в восемнадцатом году, вот, когда он вышел, у меня покрашено черным дном, но вот здесь черного цвета нет. Вот, если кто-то у меня спрашивал, красные внутренности, все про него, я думаю, все про него все знают. Вот, это мои пять флаконов, это мои пять любвей с первого понюха, с первого занюха. Спасибо Соне, что она мне предложила поучаствовать. И, на самом деле, сформировалось у меня в голове этот список довольно быстро, но у меня есть еще несколько, которые я, может быть, выпущу какое-то, если это интересно, этих десять, но вот именно пять такие, чтобы прям вот четко, вот они у меня, пусть они у меня будут вот эти пять. Вот, отдам им всю эту славу этой пятерки. Мне очень будет интересно, кто из моих друзей-блогеров, их пятерки, вот эти, это безумно интересно, потому что при таком обилии и больших коллекциях, которые все мы там и показываем, и кто-то выставляет целиком, выбрать вот эту пятерку, это сложно. И узнать об этом это очень интересно. Так что, Соня, спасибо. Девочки и мальчики, кто еще снимает, все посмотрю. Список весь тех блогеров, кто это снимут, да, и посмотрите еще в Инстаграме этот хэштег, он у меня будет прописан, так что посмотрите, кто еще что выставлял в Инстаграме. Там тоже интересно, потому что люди и описывают, и бывают красивые фотографии, картинки, так что вот они эти пять ароматов, которые для меня означают такую любовь с первого вздоха, с первого, с первой пробы, назовем так, с первого взгляда, с первого вздоха, вот они эти пять ароматов. Спасибо, что посмотрели, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, берегите себя, до свидания.